На утреннем совещании обсудили и ситуацию с распространением спиртосодержащих жидкостей. Несмотря на призы властей, предприниматели не торопятся ограничить их продажу. Глава республики поручил взять на вооружение опыт регионов, где реализация так называемых фанфуриков прекратилась вовсе. Пока же в Чувашии складывается обратная картина. Спиртовыми настойками торгуют не только в аптеках, но и в газетных киосках. Дмитрий Ковалев убедился в этом. Проблема свободной реализации спиртосодержащих жидкостей, прозванных фанфуриками главой региона Михаилом Игнатьевым, была поднята месяц назад на еженедельной планерке. В сентябре в ходе проверки были выявлены точки, активно торгующие ими. Большинство продавцов не задумываются о последствиях. По данным МВД, 50% преступлений совершается в местах именно таких разливаек. Практически все значимые уличные преступления, такие как разбой, грабежи, но кражи, само собой, даже изнасилования и побои, они совершаются большей частью в связи с употреблением алкоголя в этих местах, в так называемых разливайках. Поэтому мы вынуждены пересматривать планы единой дислокации постов и маршрутов и активно приближать наружные службы именно к этим точкам. С этим бардаком, вот народное слово, да, прошу прощения, надо заканчивать. И наводить порядок. Вот у людей доверие к власти поднимется на другой уровень, я скажу. И скорее всего они во многих случаях говорят, кто-то их там крышует, ничего с нами не сделайте, все остальное и так далее. Прошел месяц. Наша съемочная группа решила выяснить, как муниципальные власти выполняют поручения главы. Ново-Чебоксарский ОСК, лавка 24 часа. Здесь в Анфуре к нам удалось приобрести без особых проблем. А на стойку дуба можно по кончику? У нас кедровая и 95 градусная. А, 2,95 градуса. Один? Один, да. Тридцать. А на стойку дуба будет? Нет. Только кедровая, да? Угу. Медовая будет. Медовая будет? Нет. Спасибо. У другого киоска города Спутника за флаконами со спиртосодержащей жидкостью выстраиваются целые очереди. И, судя по виду покупателей, этот товар они будут использовать вовсе не в медицинских целях. От общения с нами продавец отказалась. Девушка, а зачем продаете спиртосодержащие жидкости? Мужики у вас уже три раза покупали. В столице республики, в киоске Печать, на улице Чернышевского, фамфурики выставлены прямо на витрине. Тройное деколон и лосьоны здесь реализуют по свободной цене. То есть в открытую вы так продаете? Ну? В открытую продаете. У нас это изжилие есть, поэтому продаем. Ну, в данный же момент вы же сами говорите, что его нет. Ну, на ту неделю проверка была. Участковый приходил с кем-то. Неоднократные жалобы поступали и на эту торговую точку по улице Николаева. Продать спиртовой раствор здесь нам отказались. А вот витрины печально известного киоска «Дивизионно», работу которого горожане пожаловались лично главе региона и вовсе опустили. Торговая точка, в которой также продавали фамфурики, отныне закрыта. Это яркий пример, когда при должном внимании властей управу можно найти даже на тех, кто считает себя неприкасаемым. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика.